Привет всем, с вами Ирокес и сегодня на основных серверах игры PlayerUnknown's Battlegrounds вышло обновление размером 2,2 гигабайта. И хоть оно не сильно влияет на игру, но контент все равно есть и рассказать есть о чем. Но давайте все по порядку после небольшой рекламы. А по промокоду Ирокес вы получите бонус до 6500 рублей к первому депозиту. Ссылка в описании. Первое и самое основное это то, во что как раз таки и вложены те самые 2 гигабайта, это изменение бэк-энд системы. Это система, которая встроена в античит, она наблюдает за игроками со стороны сервера, отслеживает какие-то непонятные движения, какие-то нестандартные игры и смотрит за игроком, обращая на него пристальное внимание. Если игрок является читером, то его естественно банят, если же нет, то аккаунт просто проходит проверку и в принципе все. Естественно, как именно была изменена или доработана эта система никто и никогда не расскажет, просто лишь для того, чтобы люди, которые занимаются разработкой вредоносного софта, не знали в какую сторону копать и для них патчноут и отчеты разработчиков о проделанной ими работе не должны становиться картой, где искать уязвимости у игры. Но просто будем знать, что античит улучшили и значит игра под еще большей защитой. Ну и вторая часть обновления это косметический контент. Первое и самое приятное это подарки. Естественно, всем нравится их получать и сейчас в период сегодняшнего дня до 30 июля, если вы просто зайдете в игру и ничего не требуется для этого более, вы получите спорти сет, состоящий из трех предметов, которые вы можете видеть на экране. Вот так персонаж выглядит в нем, в принципе неплохой довольно таки сет, но если учесть, что он достается вам абсолютно бесплатно, то отличный подарок, обязательно его себе заберите, не забудьте. И второе нововведение относительно скинов это появление тех самых худи с логотипами команд. Все 20 команд, которые участвуют в PUBG Global Inventational получили по своей толстовке с большим логотипом сзади на спине и небольшим на груди с левой части. Каждый худи стоит 10 долларов и примечательно, что на самой странице магазина в левом нижнем углу написано, что часть денег от продажи перейдет той организации, чью толстовку вы купили. То есть тем самым вы поддерживаете свою любимую команду и помогаете ей финансово. Ну и сами по себе в принципе толстовки неплохие, хотя на мой взгляд 10 долларов довольно дороговато. По-моему по пятерке было бы намного лучше, но разработчикам виднее. Единственное, что мне лично не нравится капюшон, но если вы наденете какую-либо кепку, то будет смотреться просто отлично. Например, к толстовке Na'Vi отлично подходит кепка из сета Deadmau5, их как будто бы делали друг для друга. Ограничений по толстовкам нет, можете покупать хоть все, но единственный и самый, я думаю, востребованный вопрос, можно ли их будет продать. На нынешний момент нет, сейчас для торговой площадки они закрыты, но ранее комьюнити менеджер отмечал, что вполне вероятно разработчики сделают их доступными для продажи, либо через месяц, либо после турнира. Эта инфа не точная, она на уровне слухов, но здесь мы хотя бы не имеем 100% нет, как например для спорти сета. Его продать нельзя будет, разработчики это говорили изначально и сейчас повторили. Поэтому если вы планируете навариться и побарыжить толстовками игроков, то в принципе у вас может получиться, но не факт, что разработчики все-таки дадут их продажу. Посмотрим уже, как это будет через какое-то время. Ну а на этом все, если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, какую толстовку приобрели вы, ну я думаю на ролике вы видели, что у меня это толстовка нави, мне она в принципе понравилась, ну и команду нави хочется поддержать. Ну и в принципе, как вам это нововведение и как вам бесплатный сет. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро.